Всем привет! Продолжаем покорять Тею. Если вы не видели первую серию, то отправляю вас к ней. Начните просмотр с первой серии, а не со второй. Ну, а всем остальным приятного просмотра. Бойн умер, да, от ожогов. Да, получил солнечные ожоги, находясь в снегах. Ну, это, кстати, вполне. Потому что солнце все равно светит. Эти горнолыжники очень сильно загорают, на самом деле. Ну, там просто было немного неестественное событие. Сегодня очень жаркий день, вы изнемогаете от жажды. Я находился возле озера в снегах. Прям сильная жажда. Жаркий день. То есть он три раза может проатаковать. Я буду три раза его атаковать. Давайте эту защиту поставим. Да ладно! Ну, блин! Ну, это хрень! Тупорылые... Эти... Узнают почему-то, что надо его вперед передвинуть. Тварь! Очень какие-то умные скелеты. Хитрые. С одним, прикиньте, да? Да, ёлки. Да, ёлки. Достался. Ну, это вот если юзи у нас будет собирательницей, в принципе. Хотя и так её можно собирательницей поставить. Тут одинаково всё. Тут всё одинаково. Что ещё производить? Одежду не хочу. Еду. Ну, давайте. Атака, три хода. Так, могу что-нибудь открыть. Ну, хижина травника мне пока не нужна. Это всё тоже не нужно. Что у меня тут? По сбору рядом не открытое ещё есть. Лианы. Но это немножко про другое. Давайте, может, камень найдём. Вот кварц. Тут далековато. И, может, гранит где открылся? О! О! У меня гранит, кстати, недалеко от меня. Есть. Так что пойдём в гранит. Ещё одну очку науки. Откроем гранит. И очень классные здания тогда будут строиться. Так что у нас тут в экспедиции с добычей. Три, два. Ну, знаете что, собираемся и валим домой пока. О! Работает. Ум... Лианы. Ясна. Ясна. так что я могу построить капустное поле 25 требует и надо короче гранит быстрее открывать снижением чечная куртка классная тяжеловато становится ну лекарю надо чтобы мы не убили все-таки с оружием разберемся с оружием и защитой так рома кумент единственный воин вообще в принципе значит ему надо и атаку хорошую и защиту дать лучшую так 9 урон 8 урон 7 урон 6 оборона вот этот наверное лучше всего ему впендюрить так дальше хиник тоже ходит со мной 5 оборона 4 броня 1 оборона даем теперь что у нас с атакой 2 урона 5 оборона 3 5 5 5 и арбалет ему так дальше и хубы слава 3 4 3 6 Вот так. Все, значит, эта экспедиция у нас собрана. Ромык, Хубыслава и Хиник. Теперь жрачкуем на 20 ходов. Все, этого достаточно. Дополнительный ход будет. Так, дерево. Ну что, попробуем развалины нежити вернуть нашего чувачка. Так, тут у нас дерево, дерево. Что? Так, надо дерево собрать. Два хода. Нормально, два хода. Управление припасами. Все, норм. Все, заканчиваем. Сломанный скелет на тебя напал. Да. Так, жрачку мы там сделали. Продолжаем к развалинам нежити идти. Как раз днем туда придем. Начинаем работу над доспехами опять. 11 броня, два оборона. Круто. А если так? 9,1,1. А если так? Все равно 9,1,1. 8,1. 9,1. Так, давайте такую сделаем. Одну. Ого. Ого. Чувствую, мне тут сейчас наваляют. Офига себе. Надо валить. Блин, если у меня сейчас целитель сдохнет, это трындец. Да, из-за развалин нежити на меня вышла группа в три черепа. Там 44 жизни, 22 нападения. Я, в общем, решил свалить оттуда побыстрее. Да, жуткие дяди там живут. Что? Жуткие дяди там живут пока что. Да. Блин, если у меня целитель... И они у меня целителя ранили, серьезно. Если он у меня умрет, то, конечно, жопа вообще. Ну, давай, целитель, живи. Вернемся в нашу резиденцию. Вернемся в нашу резиденцию. Вернемся в нашу резиденцию. ну живи пожалуйста целитель не новое какое-то место божественное задание все выжил целитель выжил слава богу тоже сидишь в брянске добываешь что-то строят попустную фирму так кто у нас тут без защиты пока тебя вот хабыславе покруче броню оденем вот попустную фирму построю и попробую построить колодец мне будет какие-то приносить ресурсы да хорошая мысль инструменты сбора могу сделать 4 сбора тоже 4 сбора хочу просто наделать вещей чтобы в науке открыть гранит вот эти граниты тогда из гранит уже построить нормальное здание он будет привлекать и больше детей типа ну капустное поле и пастбище там будет больше еще людей может привлекать других понимаете так так ну вот следующим ходом наверно накопится достаточно науки чтобы посмотрим сколько там это куда ну я этим ходом открыл гранит сейчас пойду его добывать думаю что мы из гранита можем кучу всего классного построить кстати еще недалеко от тебя есть гранит ну я его чуть позже открою хиник еще пойдет со мной поэтому уже тяжело не лучше чем арбалет ему эту дать арбалет значит хубиславе у меня будет ромик хубислава и хиник так тут сбор сбор и еще хинику надо корзинку значит выдать что надо границ собирать так новые экспедиции и дров и дров ну значит у меня будет каждые два хода 8 гранит и добавляться норм в принципе в принципе 10 такого тут нас что осталось дерево нафиг дерево еще одну корзинку бахнем отлично все я на пути к успеху главное что тут на меня не напали и не убили и то и то 4 отличненько так 8 гранита 14 грибов тут ну гранит тяжелый может превысить но тут недалеко идти так что если будет превышение веса меня это не особо беспокоит откровенно вам скажу к науку прокачиваем еще значит буду открывать чисто здание потому что у меня гранита будет немерено ну как немерено нормально у меня будет гранита так вот этих оборонительных курточек наделать до того как на меня кмит нападет ночью это экспедиция защищена в принципе по моему мнению вот на деревне могут напасть у тебя там к экспедиции пришли ребята крутые да ой три три черепа это те которые на меня напали но имей ввиду что у них там 44 ну я поставил на авто потому что я их не выигрываю вот отходи умер один да да а но Субтитры сделал DimaTorzok Что у нас тут рядом еще есть? Есть вон янтарь, глина, меха. Наверное, все-таки здание открою. Колодец вон ресурсы дает разные. Так, что у нас тут? 16. Что мне надо, чтобы построить капустное поле? 25. Так, еды и 25 гранита надо, да? Как минимум, окей. Пастбище еще 25. И колодец еще 2. То есть мне 75 гранита желательно добыть. Ну, хотя бы 25 перенести, пока тут будет постройка, то да все. О, тут что-то без оружия вообще, ребята, у меня. Да что я вам все про стратегии да про стратегии. Я знаю, что большинство из вас смотрит мои видео только чтобы услышать рекламу 2GIS. Кстати, а вы в курсе, что 2GIS может сориентировать вас не только на улицах города, но и в торговых центрах? Подробная карта с указанием магазинов, кафе и парковок значительно упростит ваш шопинг. И, возможно, убережет от ненужных покупок. Правда, к сожалению, не во всех городах пока это работает, но в самых крупных точно. Так что заходите на 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение для вашей платформы. 2GIS, если быть точным. О, полегче стало. Так. А это все разобрать можно. Казинку оставляем. Так, давайте, наверное, инструмент производства сделаем. Одно производство. О, 3 производства. Норм. А потом еды немножко напитем. 24 гранита. Ну, можно 50 насобирать. Вот как раз ночь пройдет. Так, тут... Здесь в сборах все. Так, два хода. Будет 4 на 18. 32 штуки. Нормально. Слушай, я к концу этой ночи, по идее, у меня будет 50 гранита. Может, ты придешь, 25 возьмешь, там, из него построишь капустное поле, чтобы прям дети... У меня народ очень слабый на вес. Я еле-еле донес снаряжение, с которым я ходил. То есть, предлагаешь мне тебе принести, да? Ну, пока не надо. Пускай у меня хотя бы один-два ребенка появятся. Так, это приготовили. Значит, у нас 40. Теперь нам бы этого гуляшика... Это мы как раз вареные овощи делали, да? Теперь мясо, наверное, да. Это мы как раз вареные овощи делали. Было 8 жителей. У меня уже 6, у моего напарника 5. Что-то негостеприимно Тея совсем к нам. Ну, мы на самые тяжелые уровни сложности играем, так что... Ничего удивительного, без сейвов, без ничего. Не, ну, защита должна быть просто. Вот, если кто-то нападет, то плюс здоровье, плюс воля, плюс защита. Надо, надо. Это все надо. Ну, сейчас гуляшик доделается и будет собирать дерево. Вот, уже 40 гранита. В общем, еще 2 сбора и можно нести в Минск. Так, а здесь у нас на дерево 12 ходов, но мы даем вместо молотка корзинку и уже 2 хода. Ну, 1 череп нормально, мы отобьемся. Видите, они такие слабенькие. Сейчас двоих мышей сразу. И вороны, и все. Эти зря напали. Пускай нападают. Мне же лучше, на самом деле. Прилетел голод. Одного из моих жителей, что мы можем это использовать, иначе было бы только 2 варианта. Вы зрели небольшой демон, что обычно селится в домах и при хорошем обращении приносит удачу. Попала в охотничий капкан. А вы моя не съесть? Конечно же нет. Вы хорошие люди, вы помогая, моя хозяйка освободите от капкан. Существо хватается за живот, в прископе боли валится на землю и на ваших глазах превращается в землю. На последнем вздыхании она правила. Берегись, друзья, она ест. Безумное сокровище, освобождая ее. Что-то, короче, еще какой-то квест. Так, очередные бешеные пчелы. Вообще, можно было, наверное, автоматом. Блин, надо было защиту на эту повесить. Зря сейчас ранят юзера, серьезно. Видите, половина, это уже серьезная рана. Вообще, больше 30% это уже серьезная рана. И она умереть может на ровном месте. А нет, нету. Слава богу. Так. Давайте-ка мы 48 гранита уже принесем. Тут идти недалеко. 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 И пойдем обратно собирать гранит. Ой. Так, 14 дерева есть. Давайте-ка займемся постройкой капустного поля. Плюс 5 детей. Ну слушай, с гранитом плюс 5 привлекает детей, плюс 2 людей из гранита капустное поле. Ой, хорошо. Овощи, ничего не меняется. Ну давайте, давайте овощи мы-то их тут добываем, поэтому пускай их, а катализатор, по-моему, тоже никак не влияет. Так, 12 ходов, но мы поменяем снаряжение. И сразу становится... Кому я дал столько, блин. 7 ходов. А если мы еще добровую добавим? 6 ходов. И дадим ей молоток в руки. А, блин. Что у нее убрать? 5 ходов, отлично. 5 ходов, отлично. Так, ну че, эти не хотят на меня нападать. Забыча продолжается. Мне, в принципе, надо будет вернуться к тому моменту, когда капустная эта грядка будет построена, чтобы строить следующее. Колодец или пастбище. Чтобы было больше привлечения людей ко мне. Так, че не хотят на меня вот эти 5 скрученных змей напасть? Ну, вообще, день, они в нем и не нападают особо. Наконец-то свадьбу веки порождались. Замечательно. Поздравляю, сколько? Смотрю. О, двое. Ну, круто. А я пока строю только. Из гранита. Гранитное капустное поле. Каменная капуста. Да, да. Странно еще, наверное, из золота тоже можно? А, нет, нельзя, там только каменные всякие. Какая золотая огородка. И цыгане в ней рождаются тогда в капустном поле. Да, точно. Ну, вот, следующим ходом у меня добудется еще 8 гранита. Как раз можно будет в Минск отнести. Так. Ну, все. Так. Что. Какая золотая генера zus Odولste. Итак. Какая золотая гранита? все вокруг эти скрученные змеи бегают так вот 16 гранита понесли ой не то сделал может по дороге убить надоели тут ходить просто охотой так что-то дерева маловато 1 2 хода оставим в городе грибы я еще не отдал все пошли обратно не успею этим ходом правда сесть в лагерь итак капустное поле должно сейчас построиться и отлично теперь надо дерево собрать два хода тут на один ход осталось ладно сожгем солому один ход и начинаем постройку на колодец недостаточно ресурсов во блин ну пастбище че уж тут три еды плюс два привлекательности то же самое у меня сразу на следующий ход человек приперся как построил капустное поле с привлекательностью и кто же приперся воин по-моему неплохо очень даже какой-то толстопузой ладислав воин и 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 За три хода пастбище будет построено. Так, а что мне для колодца надо? Мне вот эти либо нитки, либо пшеничка. Где оно тут у нас? Что нитки? Это вот у меня все открыто, кстати. Мне надо будет сходить, собрать где? Вот тут. Мясо заодно собрать. Сейчас гранита пособираем. Достаточное количество. Ну, если вы хотите внимательно читать, то нажимайте на паузу, то прочитайте. Так, у меня еще... Ну, сейчас у меня экспо, кстати, будет, да? Апнулись все. Ну и, видимо, сейчас надо собрать следующим ходом гранит и идти вот сюда ночью собирать тростник этот. Берем еще одного воина с собой и пошли. Так, значит, собрали мы тут гранита. Еще на одну постройку гранита хватит. Так. Теперь заносим в Минск. Гранит, кожу, клубки шерсти. Кстати, вполне возможно, что я уже могу построить колодец. Вот эту жрачку. Так, теперь сюда воина. Ставим. Так, что у нас с осторожением? Блин, хорошее качество деревян. Блин, у меня деревянный учебный меч хорошего качества. Прямо, прям, счастье какое-то. Тут урон повыше, конечно. Так, конечно. Так, конечно. Так, конечно. так тут покруче про тут ловкость есть 34 так но это все тут все фигня отдаем обратно так 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 итак тут немножко дерева побольше возьмем все наверно можно идти куда я хотел сюда так и здесь у нас в деревне оборона круче чем урон в данном случае так сделаем тут все одинаково это тяжелый так нет тяжелый ладно все это надо распылить так тут все на еду что у нас в работе добывает кожу и строит один ход пастбище отлично конец хода сейчас будет пастбище 3 ой блин они же замочат меня явно так давайте соображать мы его можем первым действием сделать вообще вперед перетащить 17 у него атака будет но 24 он убьет 8 защита и 7 атака они тебе встретили блин ну только я вышел поешь только я нормально собрал людей сразу три черепа выходит на я нормально вообще слушай раньше был тоже недоработка там в конце игры должны появляться гномы-культисты а иногда они появлялись вот когда у тебя только три черепа начинает появляться появляется вот эти вот гномы-культисты пять черепов причем с ними сражаться намного сложнее чем с гигантом вот то же самое приходят появляется где-то возле деревни разрушают и ты проигрываешь то есть вот это еще появление монстров она немного не сбалансирует просто трындец так пастбище готово ну что, колодец можно теперь наконец-то построить я тут клубочков навязал нет, золото катализатором я не хочу плюс три случайных ресурсов вот просто для... а, я не могу вам дерево показать КОНЕЦ 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 Субтитры сделал DimaTorzok Давай Ну что, пять ходов в колодец Ну, посмотрим, кто у меня сдохнет У меня четверо Главное, чтобы не лекарь Вообще, надо, наверное, тогда хижину травника открыть Так, тут мы зверей привлечем Тут кузнец Тут сторожевая башня Давайте хижину травника Ну, тут все из дерева и из этой Лучше сторожевую башню, тут гранит добываем Итак Блин, самый классный воин сдох И самый классный этот Лекарь Маледикт, ты тут? Да, тут Короче, у меня сдох Самый классный лекарь Самый классный воин сдох И смотри, меня окружают с двух сторон Трехчереповые придурки А, ну что, ДГГ? Ну, сейчас посмотрим Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну? 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 Продолжение следует... 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 вот это самая крутая 11 2 надо было сходить в дверь же логовой сломать так это не особо помогает я прошел вообще всех вокруг поломал вроде срок вот-вот возле меня ты квест какой-то сделал и возле меня появилась медвежье логово вот четыре медведя напали на мою деревню ну извини а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Так, а что это, блин, без снаряжения внезапно оказалось? Продолжение следует... Дерево, мясо... Так, дерево, хоре... Сейчас мы вот... Допроизводим вот эту фигню всю и пойдем... За палками... Для хижины лекаря... Все... Новая экспедиция... Так... Там, конечно, обычаи, но... И... Даем... На сборы... Что нам собирать надо, а не делать... Ну, тут... Какие-нибудь... 15 ходов... Раз... Еда... Два... Еда... Три... Четыре... Давайте пять-шесть... Пять и шесть... Все... В деревне ноль жителей... Круть... Е-мое... Все... У меня в Минске ноль жителей... Я пошел... Палки собирать для хижины лекаря... Ты смотри... Если... Даже самые слабенькие пауки... Подойдут к твоей деревне... То это все... Сразу проиграл... Ну, а что мне делать? У меня... Больше нету вариантов... У меня еще одни же нет... Так... Давайте-ка мы сами нападем... Через охоту попробуем... А... Блин... Только бой... У меня все прокаченные... Блин... Еще и... С ранами... Ладно... Что ж делать? Да... Долго будем собирать эти палки... Долго будем собирать эти палки... Есть странные звуки в вашей деревне... В вашей деревне по ночам слышны странные звуки... Но так как у меня там ноль, да... У меня сразу... Но нет никого, кто мог бы выяснить, что происходит... И все... И все... И все... Я... Я потерял... Потерял все... Все ресурсы свои... Оказалось... Оказалось... Это... Крысы были... Они все сожрали... Ого... Возвращайся обратно... Слушай, ну тут нет смысла... Я так по... Получается ничего не... Не смогу построить... И... Вообще... Может действительно... ГГ на этом... Ну ладно... Давай с это... Ну я... Ну блин... У меня не рождаются дети никакие... Ничего не происходит... Убили всех моих жителей... Нафиг... Ты вот видишь как-нибудь как можно вообще... Че... Че дальше делать... Ну... Вообще... Единственный вариант... Сидеть и ждать пока кто-нибудь родится... Ну... Фиг знает когда это произойдет... Ну все... Спасибо за игру... Укатала... Укатала... Укатала на стее... Да... Ну... Тяжелый уровень сложности все-таки... Ну... Как-никак... Анна может еще попробуем... В следующий раз... Все... Пока... Я Леша Халецкий... Тот кто сделал это видео... И раз вы досмотрели до конца... То у меня к вам просьба... Поставьте лайк... Вам это ничего не стоит... А мне будет приятно... И поможет распространиться моему видео... Ну и если вы хотите поделиться этим видео... То я совершенно не против... А только рад... Разместите его у себя где-нибудь в социальных сетях... Или просто сообщите вашим друзьям... Спасибо что доставили до конца... Удачи и играйте в умные игры!